5 тысяч лайков я начинаю копить на гелик да я провожу в голове у тебя со всеми своими со всеми своими нам нужен гелик зачем зачем катайся на приори не голову будь как все купи себе гелик будь мужиком тебе скоро тридцатка мама мама есть пятихатка натошик тихо с точки зрения актуальности его сейчас лично для меня да я хочу гелик пацаны 13 процентов девчонок каждый из нас постоянно ломает голову на тему что же такого оригинального подарить любимому или близкому человеку а еще ведь хочется чтобы это запомнилось на всю жизнь и у более того этот подарок вы сможете попробовать на себе совершенно бесплатно поэтому обязательно смотрите до конца сегодня мы хотим познакомить вас с компанией подари трек она занимается написанием авторских песен на заказ в подарок для ваших близких и любимых людей а все песни исполняются крутыми профессиональными артистами простыми словами вы выбираете артиста чей стиль и голос вам понравился больше всего затем пишите любые свои пожелания к песне любую историю например где и когда познакомились сколько лет вместе и любые памятные моменты в жизни а артист сочинит и запишет твою песню твоего имени в адрес близкого любимого тебе человека просто посмотрите на эмоции людей которым подарили песню алина я не знаю что без тебя бы делал люблю тебя каждой мурашкой своего тела словно вчера предложение на воздушном шаре и вот уже ждем малыша мы ну а теперь внимание по промокоду михеев пробный кусочек твоей будущей песни для тебя запишут совершенно бесплатно и это всего за 24 часа и если тебе понравится я уверен что понравится сможешь заказать полную версию своей песни со скидкой в 20 процентов чтобы оформить бесплатный пробный заказ переходи по ссылке в описании к видео вводи промокод и заполняй быструю анкету ссылка в описании началось это все артем сергеевич с приходом боевых приехала бэха пришло осознание что все бюджеты уже потрачены все что распланировано уже потрачено и все что не заработано уже тоже потрачено ну как-то странно я думаю летом куда в четвером куда-то поедем собираться это у нас будут планы выезды поездки ему надо поискать что-то хотя бы четырехместное пришел к тому что надо было купить дайхат сутафт чтобы спокойно зимой опять все загнать на парковке поставить и успокоиться бюджеты опять же были ограничены я написал пацанам максиму начали поиски в процессе поисков мой бывший друг данил александрович говорит отчеты занимаешься этим непотребством всем я ему там на уши глю может продаваться ну что-то такое что вот когда и хацу было как мирик посел и поехал забыл один раз поменял масло и катаешься он говорит да это как-то вообще не по-пацански тебе же тебе же нужно чтобы подписчики видели что страдаешь тигрины львы и львухи они любят когда вот такое происходит в один прекрасный вечер благо мы недалеко друг от друга живем ну как недалеко так быстро что эсэмэски они не успевают еще сделать зынка этот внизу уже ржет и кстати скидывать не в новосибирске геленваген синий полностью в рестайлинге семнадцатого года весь аккуратненький хороший все нравится я начинаю подбивать бюджеты не хватает пока два дня мы занимаемся финансовыми махинациями с данилом санчем гелик продают но зернышко то уже посеяно заднюю сдавать уже некуда наши уже друзья новые с гаража 54 саша и юра значит дописываются до данила данил скидывает мне машину играет полетели я говорю ну полетели 10 утра я стою в квартире в которой еще не начинается даже ремонт это не квартира как у дубровского это чулак как у него я думаю так смотри миллион сто у меня было разговор тогда еще шел где-то за 2 с копейками больше даже я такой ну получается не хватает денег пишу артему артем супер джет видимо покупал в этот момент я не знаю он говорит у меня мало финансов я говорю даня тогда забирай миру давай мне пятихатку и у меня все равно не хватит я пишу в сбер сбер горит пожалуйста вот вам недостающие деньги я горю спасибо большое и в этот же момент начинается телефонная атака не от мошенников от людей с которыми я договорился все сделать примерно в эти же числа мне звонит дима горит братом все мы готовы заезжать начинать ремонт делать я говорю пол заезжаем вот так трубку я даже не в карман и не убрал еще даже не убрал мне звонит борис горит да ну все у нас на 1 апреля уже фундамент я говорю да не вопрос звонит мастер который делал мне цепочку горит да ну все она готова раньше срока я говорю как удачно здорово как огромное спасибо прям все нравится скидываю бэху на продажу в этот же момент где дать скидывает еще что типа на ней ограничения вырисовалась откуда-то мы с этим уже разобрались ну то есть все в раз вот прям в единый момент покупаем билет на самолет точка невозврата пройдена общаемся все это время с пацанами прилетаем они триумфально на встречают в аэропорту а вы еще сидели потрясающая компания разом 54 надо объяснять да что кто-то не уловил буква с циферка новосибирская которая вот в таком самолете я думаю ну сейчас выйдем хотя бы в гелике рассядемся все она встречают знакомимся садимся и играет мы в машину все на мыли начистили все очень круто и красиво но саша сказал что вам надо сразу показать все возможности автомобиля чтоб мы сразу там эти два часа по новосибирским пробкам и по уебанным дорогам доехали до гаража и все пожали руки и вот дальше было самое интересное ну начнем толкать гелик вон туда примерно покажет великолепно главное не не терять вот это позитивное настройки толкаем и значит гелик в центре практически расскажи ничего не сели он нажал на мы сели до выехали на дорогу мы топаем попадаем естественно куда правильно это же новосибирск в яму и он так мы там уже во все паблики попали нас уже пацаны все помогали полов прилетел все понятно тут веселье началось сзади должна такая на баке быть защита которая должна предотвратить вот то что произошло отпал плюсовой проводок с бензонасоса отгнил чуть-чуть вот за приехал влад зацепил нас который основной ведущий зацепил нас приехали в гараж пацаны говорят ну раз уж такое дело пьянка мы естественно зачем не отказались познакомились там и с енотом и вообще со всеми жителями поболтали хорошо провели время до торгов дело не доходило подожди он закрыт он открыт 10 минут так не делал ломка по такой штучке все утром пацаны набирают все готово приезжайте если вы еще не передумали ну даниил оксаныч на ночью уже смотрел другие гелики чтобы уже в холостую не съездили приехали и поторговались хорошо пацаны пошли навстречу как торг это даже торгом не назвать просто не назвали одну сумму я сказал то которая есть до копейки до рубля до копеечки прям который есть а что он имел так посмотрел нет ну понятно все с вами ну данил же там включил свое супер мастерство ты рассказывал что да да мы вечером после полторашки а керта значит пошли делать детальный осмотр дедовик саныч показал себя как эксперт слушает стороны жалко это дёнерка была правда не машина но да там дальше потом пойдем смотреть ничего веселого там нет из того что здесь не надо делать только колеса это еще месяц потому что потом придется покупать новые покрышки шины дорога обратная вообще было идеально сели здание я ему сразу дают данил оксаныч давай мы с тобой машину в этот раз погодим не так как это обычно делаем он говорит хорошо это значит мы вообще не жмем на газ едем крейсерский 100 и все четко у нас обгоняем сразу первый же грузовичок даня демонстративно гладит руль и говорит извини гели к нам нельзя нормально ехать у тебя хозяин чепуш пиздец загоняет нам тут ну по сути мы доехали без каких-либо вообще ситуативных ситуаций возникающих ехали соточку доехали что за 9 часов с копейками ну в ночь естественно лед снега дождь половинку пути я половинку пути даня проехал ну по данным меркам это конечно был черепашья да 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 он же все хотим тут и страшно на самом деле они бы за 40 минут доехал ох и там с остановкой на заправку еще на поесть на попить по дороге похихикали особо ничего не снимали потому что ну курьезов не было в отличие от прошлого раза когда мы из новосибирска пригнали тот самый турек с болью но это есть брат и брат 2 а есть боль и боль 2 вот это будет боль 2 слушай но нам нужно выявить неотевинившихся неверующих скептических котячих рысят которые сейчас будут писать в комментариях гадости под для этого мы сообщаем что у нас есть бусти где можно где можно это делать ты взял кредит это гелик на последний как тот самый как сам следить да но сейчас ситуация еще тупее чем тогда так вы короче рассказываем поехали снимать продакшн сашка приезжал и на выезде из города дочери давайте возле варька остановимся я забегу возьму пару смайков и газировку выходит из машины через минуту возвращается гридок это денег то дай мне в чате разгона разом кстати уже вышел друзья это новое шоу с участием в чате разгона тоже дима шпиньков пишет чё ты его как будешь тюнинговать акропович это все игрушки он будет тюнинговать на ближайшие полугода покупкой этого стоило уже точно но можно поговорить о планах план сделать гелик до перед тем как перейти к разговору о том что мы будем делать гелик вопрос то ключевой дэнчик самые важные сколько денег мы сторговались на 2 миллиона 300 тысяч рублей слушай ну кстати если смотреть объявление на дроме то это прям даже и как-то адекватные хорошая покупка более чем если учесть тот факт что он 5 5 а по сути можно было бы поискать и подешевле а можно было взять и подороже но я лично максимально доволен пацаны и 13 процентов девчонок напоминаем вам что при покупке или продаже авто мы всегда пользуемся приложением дром дром это более чем пол миллиона честных и проверенных объявлений и максимально функциональный и надежный сервис не ошибиться поможет отчета полной истории авто который проверит автомобиль по государственным коммерческим и прочим базам данных на реальный пробег количество владельцев и многое другое ссылку на дром как всегда оставляем в описании какие планы ты что-то сейчас сказал за кадром я что-то не думал что собираешься так прям такая жестко почему бы и нет но ближайший будет стоить 8 зачем это надо я не понимаю лежать что имеешь ввиду посвежее который рест ну да когда уже вот это все технологии проще переделать проще переделать но мы хотим испытать ту самую боль когда проникнем вот в каждый узел и узнаем сколько это стоит что нужно конкретно делать что делать с рамой как это все работает как это все устроено и можно ли из гелика по низу рынка по сути сделать автомобиль который будет тебе приятно управляться и выглядеть пиздат так а начинать же надо с устранения проблем неповадок они здесь есть здравствуйте меня зовут денис я совсем дал еба я купил одну праворуку немецкую машину 25 лет при этом распродал вообще все что у меня вот только шестерка осталось понятно я снова вам вы другому специалисту чё косяков нет по ней по кому по машине с какой стороны смотреть если вот отсюда смотреть то в целом косяков как будто нет если приблизиться на метр то это весь сплошной косяк есть но в этом была суть понимаешь то есть ну мы приехали мы смотрели они выглядят все в 10 раз хуже чем вот эта машина там парами вопросы по кузову вопросы по салону вопросы да просто одни вопросы у него здесь у нас редчайший 5 и 5 которых на рынке практически нет и но это не мг при этом да нет ну да приборка мгшна и мотора мгшна типа то есть их тоже сюда уже до внедрили зарегистрировали все у нас по феншую все хорошо завтра я уже поеду переоформляться если ты скинешь мне немного денег кстати чё ты уже гуглишь купить шильдик амг для гелендвагена ну чтобы в это не это еще рано у артема вообще сейчас будет двойной геморрой прикинь мелкому памперс поменять мне где денег отправить слушай но пал юрьевич на самом деле провел за рулем этого автомобиля практически столько же времени сколько я уже и у него восторг восторг у коляна восторг у даши восторг у жени у соседа его у максима вот на восьмерке ни у кого желание не было покататься гелик пожалуйста эти ключи все очень радостный покатались приехали молодец ну кто-то с чеком вот возвращал как женя уже в день когда снимали продакшн мы с пашкой катались и два гелика вот таких же но это либо такие же либо тоже сделанные переделанные либо с более свежий проезжали мимо нас и встречались глазами с водителями причем в одном ехали два очень брутальных огромных бородатых кавказца и они такие на нас посмотрели я смотрю на пашу и думал бля он и рано мужики в аху и ну кстати на это на шестой это час вождения паша начал давать ему пиздюлей наконец мы смогели же вообще всю ночь на него кричали почему мы ездим как будто 99 вот с таким развалом узнаешь что всяко лучше чем магиря сел на шестой секунде дал газ и чек загорелся да да но это мои друзья видишь если никого не предупреждать о том что так делать не надо они же из последней коровы последнее молочко выдавят ну но сегодня вот андрюха еще за рулем побудет после кублять своего шедевра может ну тоже понравится друг машину к секунду новый купил кстати знаете и даже не знаете даже себе не представляете она начинается на за заканчивается на лупа последовательный гибрид он еще понимаешь же ведь разгон снял в телеграмм к себе выложил ты радостный да я даже говорить не могу на меня как все это звучит сколько там 10 свидетели последовательного гибрида это хорошее слушай но тот-то видос с товарегом у нас получился легендарный и до сих пор до сих пор еще щеголяют рилсики даже спустя столько времени но до этого же у нас еще был геленваген который сделал собственно говоря с помощью вас нас тем кто мы есть сейчас ох бы эту рифму да реперам современным они наверно вообще бля 9 треков написали и там в этом видосе про гелик я пообещал что рано или поздно на него накоплю артем ну ближайший план я позвонил жеки жека который mercedes сервис на обороны наш братишка который делал того самого 212 марса мне не на правах рекламы я написал ему он мне написал в сообщении что этот номер больше не принадлежит евгению пожалуйста не пишите сюда и не звоните потом мы с ним конечно похикали но он похвастался тем что они завезли какое-то новое оборудование поставили какие-то новые приколдесы и теперь вообще могут почти практически все и мы с ним уже забились на апрель я думаю что что делать то будем ну вот это снимем вот это все снимем вот то внизу скорее всего все купим вот это поставим обратно и пока все подвеску все мотор все что делает джека все по технической части что было сделано и потом естественно мы будем заказывать новый салон а пока будем выкидывать старые мы его будем красть или похуй фиолетовая пленка поверх рыжиков пацаны нам предлагали они купили еще один гелик за 750 тысяч самый дешевый 4 литра дизель по моему ну там вообще страх и у них на канале вот должен выйти видос где они его обклеили в такую живую рекламу знаешь такие лепесточки которые дуются и они типа разноцветные становятся вот цедаю раскидывал уже видос что что-то там планируется какая-то какая-то движуха будет я доволен поздравляю я доволен практически всем но кроме долгов да это хуйня не в первый раз 200 литров бензина за шесть дней как ты считаешь это нормально чё расход у него 200 грю литров бензина чем слушаешь меня стоишь за 6 дней ну подели сколько ты ездишь по городском режиме 22-23 25 там смело потому что смысл не делать бу-бу-бу если ты можешь делать бу-бу-бу экономить эти 150 рублей грубо говоря а смысл не делать бу-бу-бу если мы можем делать бу-бу-бу вот-вот я это мысли взрослых мужчин ну смотри вот получишь ты рад за меня абсолютно артем если за меня от конечно андрюха категорически раз категорически рад рассказал бы ему что он долбоеб в ответ на то что он тебя дрочит за этот ноут твой не может и получается у нас сейчас практически полный комплект то то что я и хотел чтобы закрыть в этом году все транспортные ситуативные ситуации моментальные моменты потому что есть купеха быстрая есть то чем можно позаниматься в удовольствие и не только есть жигуль который просто кафе его из парковочки доставал вот так тентик с него и снял он белоснежный запустил аху все в бензине блять подтянул бензонасос тут же все а музыка так все нравится и закажу вот в скором времени еще то авто себе там тоже есть охуенная история потому что я хочу чтобы он приехал очень дешево и меня не интересует как он будет выглядеть внешне совершенно это кстати философия паул юрьевича дать не снаружи езжу внутри вот сегодня ушла очередная машина с нюансами мы уже пробовали у нее полностью крашеная сторона была целиком мы пробовали со сколами со вмятинами все продается сегодня продалась вообще последний надежда побитая градом то есть имеешь ввиду что перебивает твою максимальную я говорю серёж давай может быть сразу ту которую молния пизданула и утопилась и чтобы наверняка можно было машину забрать у нас у тигренных львов есть ряд вопросов традиционных типа где саня саня на продакшене появился недавно появится скоро вернее да и еще один вопрос когда бэха друзья ну вот вы видите вот ну в этом говне мы имеем ввиду не города вот эти вот метеорологические условия снимать бэху невозможно мы дождемся лето и снимем ее супер максимально офигенно а еще у нас подходит уже момент когда красное кольцо растает мы уже с красным кольцом обо всем договорились и там будут гонки между денисом сашей коле и даней и машины мы потом эти подарим все подробности том как подарим они разыграем автомобиле в нашей телеге поэтому так еще и субару доминго у нас собирается в процессе ты понимаешь сколько мы сейчас стояли просто посетила нас идея что летом сделать прикольный видос загнать все тачки допустим коляну на участок да или просто сюда загнать и просто показать автопарк по итогу что получилось даже учитывая присутствие горбатого его собрали но не до конца а дёрни капот он так не открывается просто чуть-чуть его надо приподнять да но вот так да не даже не пытайся это все гораздо сложнее он тяжелый кошмар оба надо чтобы все во дворе знали что ты уже здесь норма ну вот отсюда мы если начинаем присматриваться становится неприятно на душе чуть-чуть у нас проблемы по логокрасного покрытия у нас все в трещинах у нас тут один болтик шуруппик нормально штуки это кустом или чё это кто ну вот то что трогал да но не это как будто бы так и надо но это видимо чтобы веткой в лесу не оторвало блять это вот из этих всех серий а кстати говоря если это видео наберет 200 тысяч лайков то мы поедем на нем на оффроуд жесткий да хули ты хозяин теперь блять чё как скажешь никаких у нас здесь утеплений ничего подобного эта крышка лежит там здесь мы все облазили когда делали диагностику занял ксанычу масло бы конечно хотелось посмотреть но если посмотреть если вот там малого что нужно бы делать купить и долить а мы это что не можем правильно сделать ну так не получается но самое лучшее что можно сделать это вот так и хорош дальше артем ну здесь естественно все обито потому что это все торчит естественно петли ржавые да ёбаная ты машина петли ржавые все что касается внутреннего убранства она чуть позже будет тут по низу у нас уже тоже соответственно все пошло в коррозии если заглянуть посмотреть на раму там ну какой год у нас 22 2002 до а ну я вот вижу отсюда раму до ваш он покажет они здесь надо вот с этой стороны подходить ну и да и лиса вон она там просто все в кашу мы с этого начнем внизу братан так он все слева тоже жопа тоже вся пошла уже по дверям пошла коррозия ну это как говорят специалисты обычные классические болячки геленвагена чё с этим делать-то да по-хорошему выставляют 2 700 и продают блять сразу но мы будем бороться что-то стало мне уже и не так весело как было до этого тут у нас значит надпись g55 имеется как вам кстати вид сзади автомобиля просто все эти грин и львы пишут что как будто бы без запаски он смотрится как лох вообще даже не обратил на это внимание я обратил внимание знаешь почему что нет блять она должна быть а я помню еще лет пять назад стоило крепление кожух тысяч пятьдесят сейчас наверно каких-нибудь 80 поэтому в целом не так нравится пойдет здесь у нас все потрясающе сиди ченджер специальная хозяйская как знаешь в 3110 волги специальная полочка только здесь специальная штука и там между прочим наш тигрин и лев подписчик понимая всю серьезность ситуации передал мне палочку колбасы спасибо но здесь тоже все надо будет а это такая ипотека вообще просто выходишь садишься едешь лучше вот так делать ну чуть-чуть троит ну чуть-чуть чек ну что обычно нужно сделать чтобы привести автомобиль в движение получается мы открываем дверь садимся за руль пристегиваемся запускаем автомобиль включаем д нажимаем на газ и едем правильно так не в этой тачке здесь мы сначала вставляем предохранитель в нужное место чтобы смочь регулировать туда куда ты сядешь затем только мы вот так сюда помещаемся вот так закрываем дверь потом поправляем панель андрей сразу смотри чтобы вот она вот так не делала моя атака платника сюда вставляем затем только так момент с ремнем мы пропускаем простите нас пожалуйста доблестные сотрудники просто но вы понимаете почему хочешь что-то увидеть внутри лупа не называется вот это ничего не работает вот это соответственно ничего не работает вот из этого соответственно работают только некоторые позиции но у вас работает подогрев жопки кстати сзади кайф дело серьезное самые важные три кнопки они же блокировки все работает здесь у нас значит клавиши запоминания когда у тебя автоматические ворота где-то светлом будущем подъезжаешь фиксируешь тут раз ключик нажимаешь все погнали это соответственно но все кондово нихуя не светится все лучших традициях автоклимат работает комплектация нормальная прям нормальная комплектация да садишься может тебя напугать если ты сильно внимательны и некоторого рода проволочка например на суппорте но ничего но я тоже считаю что ничего на кс я всегда вот когда маленький гулял знаешь там где ты идешь по двору как проволочка откуда она здесь могла взяться вообще оказывается вот откуда нет из гелика выпало я думаю что вот эти буквы ша и т тоже откуда-то отсюда выпадали место сзади маловато согласись по ощущениям как будто раньше вот когда мы были чуть поменьше место в гелике казалось много но сейчас я бы уже так не сказал давай на продакшене запустим проект про похудание тебя и меня и меня андреем даже не приглашаем к не почему да потому что у тебя не было больше всех ты же уже все успешно на кной ноте чем тебе ходить как страшно ёбаный в рот андрей очень боится за камеры мы тоже немного опасаемся все таки но почему пашка не суетиться не понимаем уже зарплату не получать ну гелик это как в приоре гранта стайл до приора ставил несмотря на то что он корчевый гнилой дорогой мы получили от него те самые детские эмоции мы все что-то поулыбались все покатались все погазовали всем все понравилось но дело за малым собрать из него хорошую машину но но того стоит согласись причем я до конца не понимаю все мощно да но при этом мы не особо шустрая мы не управляемся на хрена не туда это положили чтобы что чтобы делать брубру правильно да этим то мы и занимаемся бы делать бэрбэр с оборудованием на капоте на 200 тысяч рублей нормально сейчас смотрю на это как будто ребенок твой на не на краю небоскреба играет в мячик блять в дорогой дорогой мячик александр рассказал зачем нас ты тут прибор который измеряет давление в шинах дело в том что он уже один раз поменял колесо а учитывая радиус и стоимость дешевле было поставить прибор чтобы не совершать больше техоплошности но в целом как то так пацаны мне нравится даже вот не сколько на нем гонять сколько просто чуть-чуть разгоняться так отдачу и дальше 100 там уже не надо просто да 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 офигенно понимать машину когда она у тебя и не на обзоре когда ты с утра встал и такой а вот такая штучка еще тут есть давно забытое ощущение как стрелка топлива на глазах может опускаться да 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 еще с тех самых торговских времен когда ты просто вот она битком целиком полностью заправленный автомобиль ты такой да да что ничего не жалко тебе бабки денег да как-то и жалко и весело от этого бля новое испытание мы же бэху собрали но бэху же тоже было жалко денег а здесь знаешь заходишь открываешь и сразу понимаешь чем тебе придется столкнуться резиночка на дверь 10 какая-то штука 30 какая-то штука которая работает 40 салон 300 колеса 100 вот с этим придется жить ближайшее время вот артем умный заказал себе машину блин на года но праворуких геликов не бывает пока не вариант на даже шестиколесные же есть праворуке что никто не возит нам по-братски работает у нас соответственно круиз мы его по дороге испытывали вот это я пока не знаю что значит там что-то можно взад-вперед отрегулировать но мы до конца пока не знаем сига есть который через телефон работает надо только перри провязать научиться пользоваться ну чё скажите как идет 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 но хорошо да не самое забавное это наблюдать за пашкой за рулем все очень классно наши вообще всего интеллигентным внешним видом он сразу сел за руль выехал включил аварийку игру ты чего делаешь вообще ну блять это первая самый воспитанный гелик в городе но главный прикол который есть в этой машине собственно говоря вот такой ну и так дальше он умеет бесконечно делать лесу же на тоже больше звучит чем чем едет не так он на самом деле шустрый это я без пол не жму это чтобы просто погудеть офигенная машина наверное гелендваген что вот этот старый что новый это единственная тачка которая мне блять вот ну практически убеждает меня пойти учиться на права потому что вот это я реально хочу испытать не вот-то все насрать извините 82 81 вот такая будет зарплатка у тебя как сказал дима оксаныч когда однажды все-таки поехал быстро на этой машине но как ехали ехали обогнали тачку он так поворачивается говорит какую же ебаную мразь мы с тобой купили но мы его так и называем собственно вот ну и машину тоже как-то ласково надо назвать что у нас красавицы туннеля нет очень да можно было бы погудеть есть в этом какая-то харизма какой-то приколдес я прекрасно понимаю что немного добавив подождав поискав можно было купить 120 продов но это скучно это во-первых скучно а во вторых не так легендарно надежно как это кажется потому что у арсена в сервисе продавцов этих ноги да ты чё просто тьма не они единственное что в городе есть несколько стильных там если правильную посадку правильную резину правильные колесе он такой знаешь такая спортивная булочка если еще цвет хорош если он целенький я тут засматривался на парочку но да и не так уж это практично тем более это говоришь но и самое главное что вам бы не было весело смотреть весь этот происходящий пиздец снежинка какие-то снежок что-то какой-то лежит да что-то так не понял есть там что нет ну это еще один бонус да самое главное вот этот не мыть чтобы такое едешь не меня но тут вроде нормально целенький а ты-то знаешь прикольно быть наверно автолохом да андрюх я пробил нормально нормально андрюх она тебе енот вообще тема тачка ты не обижаешься до тигрины они же тебя заступаются но я думаю не в этом случае конечно в этом ты не обижаешься обижаюсь пошел ты на так внимание вот так вот мы вот так садятся настоящие водители гелика блять да ёбана в рот классика я честно уже сроднился с этим автомобилем я не один день на нем катался поэтому уже ёб твою мать смысле чё да вот так мы его он не не он максимально максимально кирпичовый прям как знаешь прям вот как тут блять моя машина я к нему очень привык валкой абсолютно прям знаешь есть гейлик а это гелик я бы хотел встать он с тем енотом с ним посмотреть как боссать скажи да почему боссать просто встать с тем енотом и попробовать я девять секунд оговоришь он не и а этот наверно ну дай бог с половиной восемь наверно где-то так за по сустрее должен быть он ну если джеки чан не загорится то наверно побыстрее да давай здесь слишком разбит асфальт и очень плохие тормоза у нас поворотик можно же включать да ну попробую таким звуков должен работать и на самом деле мы пропагандируем правильную езду какой бы у вас не был автомобиль все равно нужно уважать всех на дороге и всегда не зашкварно по благодать человека который тебя пропустил карны бабай обломал весь разгон чё паш ты бы хотел себе такую машину да да как тачку выходного дня но не на каждый день у нас не бывает выходных да я понял как своей игре ва-банк пожалуй хуже не будет единственное что я могу сказать для вот именно вот этого гелика вот этого года на вот таких колесах пусть даже они хорошие желательно конечно как можно меньше колеи и как можно меньше да то есть он блин рыскает по дороге когда особенно очень быстро-быстро-быстро очень-очень медленно точнее и соответственно есть же молодые тигриные львы которые ничего не знают данный автомобиль производится до 1979 года это второе поколение которое производилось одна 1990 по 2018 год было много изменений функциональных изменений технических рестайлингов было чё штуки 3 до где-то 4 3 или 4 рестайлинга с 2018 уже пошел новый который можете видеть в количестве 4 миллионов штук в москве вот пять и пять атмосфера в 8 автомат 5 ступка или 4 ступка еще до пятишка идти ступка наверное такая зачем углубляться в эту ифу менять и плюс еще у меня почему-то автоматически как только я в него сел у меня привилась категория д я как грузовик поворачивают большого радиуса и а знаешь кто сидел за рулем такого же ноут как у тебя который с ним проехал учительницы женщина лет 45 не не мы ничего не говори они как хочешь просто просто пиздец на рынок психологу ты уже добавился в клуб енотов нет нет там большая коммуна ну там тест на айкью надо пройти сначала нормально за это кстати бонусы причитаются в конце я потерял ты подберешь я домой на автобусе это поеду давай 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 там же камера там лада место просто такой кубик просто огромный тяжелый мощный кирпич причем он угрожающе выглядит на дороге максимально ну когда ты за рулем нет то вообще да да не так еще страшнее кто это вообще то это вернувшись айтишник ох ты нормально чё пока андрей думает что сказать напоминаем что у нас есть второй канал михеев пола в продакшен и там с когдашнего со вчерашнего уже получается дня господи вчерашнего дня на продакшене началась серия мартовских видосов 4 видео выйдет за 10 дней очень интересных разнообразных ну и кроме этого у нас с 24 числа начинается третий сезон шоу парковка на вк-видео первая серия будет с 900 сильной дочь рам дочь рам 3x кирилла сарычева очень приятно было познакомиться с кириллом и офигенно пообщались и прям очень классно поснимали машину денису я чуть не размотал в одном из московских тоннелей правда я старался сделать контент да поэтому также будем вас оповещать везде но и у нас группа вконтакте эти грамм короче говоря можно следить там где вам удобно но у дениса еще и у меня даже есть тоже нельзя граммы у все шеф ну в сезон парковки блять сезон парковки офигенно сняли просто песня чё андрей да чё тут скажешь ну это волк да не енот чисто эмоции все больше ничего тут нет это жизнь какие эмоции ну я не могу сказать что-то как-то удобно сидеть нахуй вот на этом бы я весь понедельник проездил например мы два метра проехали вон нормально вот на этом весь вторник бы я проездил а ты про топливо среда хорошая и потом брата тата тата татаде зарплаты один день в месяц я не знаю откуда такое чувство но знаешь обычно если даешь автомобиль вот даже если андрюха там садится за руль все равно переживаешь то вот тут такое наплевательское отношение я не знаю откуда это все взялось просто ну да да поэтому она ему же поездила 10 человек хреначи давай к прикинь мы же можем сказать что в принципе гелик же это была некоторая икона канала михеев и павлов долгое время ну да канал стал развиваться после этого видоса то есть это некий старт был да пока я хуячил деда морозом 59 праздник мне просто артем за игре братан ты в инстуку все заходила я после клуба лежу в бороде блять весь одетый уже после двух круг групп детей захожу у меня там просто 10000 подписчиков инстаграме я думаю вот это все ну почти сорвался костюм но так бы ребятишки праздник не получили смотрите гелик у нас в этом городе уже где-то дней пять шесть на нем покаталось уже человек больше 10 формально сколько за жизнь у него было людей это уже коммунальный гелик добре ки просто это если вспоминать тот видос это же тот видос про гелик был первый видос который мы снимали вместе с андреем да и это первый раз когда мы снимали в две камеры я монтировал потом сидел очень долго потому что это первый раз был когда еще клип про москвича но это потом был ну а сам по себе клип надо но обзор это обзор это мы с не снимали с твой это был первый обзор вот я помню андрюха уговаривал очень долго за трешку потом потом еще долгое время мы снимали почти всегда без андрея что андрей еще очень сильно хотел оккультуриваться в минкульте блять зато не получилось не получилось сутрика не боятся даже тебе кстати андрюха вообще идет машина тоже кстати понимаешь это странно да а ты собачка себя ведет гелике так странно как это не выглядишь так ты его водишь так же как я в ноте блять блин звук конечно круто это это чё за выхлоп это оригинальный выхлоп 5 5 это были как то это как сказал андрюха это выхлоп михалыч михалыч да не акропович и михалыч я прям не так детально покупал машину нас не спрашивал ничего пацаны чё же не обманут мы блогеры друг друга не обманываем когда мы снимали андрюха в корее помнишь да когда вы подошли к артуру артур мы на чем поедем он говорит я вы хуй знает я на гелике я как бы справа ты чему учишься то блять странное ли это решение безусловно баба бахнет ли это по карману и финансам бабахнет нравится ли это почему-то безумно мне кажется что наша рекомендация которую мы даем в конце видео покупайте себе тачки по душе она в моем лице проявляется как вот на все сто процентов да все максимально честно слить из-за масла выбирать себе тачки по душе возможно у вас есть бешеное непределимое желание приобрести себе гелик как будто она того стоит увидимся а